Обычай поминовения усопших пришел к нам из далеких времен, и то, что было заложено нашими предками, сохранилось по сей день. Радоница – это не день печали, это день радости. Праздник как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь, вечную. Сегодня сотни православных брещан пришли на кладбище, чтобы помолиться об упокоении душ родных и близких. Это самое главное для усопшего. И как раз для этого есть мы, чтобы живые, живущие здесь на земле, чтобы помолиться об этой душе, душа усопшего человека, чтобы попросить у Бога прощения и умолить Господа, чтобы Господь простил прегрешение, вольное и невольное, тому человеку, который был среди нас, которого уже нет среди нас, но душа его в вечности. Напоминально молитве архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн напомнил брещанам, как правильно поминать своих усопших родственников на Радуницу. Будем стремиться к тому, чтобы сюда не приносить спиртные и не распивать эти спиртные на могилах. Это не христианские обычаи, это языческие обычаи, к сожалению, он имеет место. Ни в коем случае этого нельзя делать. Не надо оскорблять память. И, конечно, как уже я говорил и повторюсь, в последнее время все укрепляется больше и больше обычай приносить на могилу неживые цветы. Объяснение, как мне объяснили, мол, мы идем к мертвым и несем неживые цветы. Мы не идем к мертвым. Мы идем к живым. Их души живы. Они ждут такого же уважения, как мы отдаем тем, кто среди нас. Если невозможно принести живые цветы, не надо никакие. Прийти, поклониться и помолиться. И это очень важно. Радоница всегда выпадает на вторник. Этот праздник у верующих неразрывно связан с Пасхой. Он традиционно отмечается на 10-й день после воскресения Христова. Однако цветы на могилы родных и близких люди несут уже с воскресенья. По православной традиции на кладбище приводят в порядок могилы, зажигают свечи, читают молитвы. И важное правило – никакой печали. Я пришла сюда для того, чтобы помянуть своего отца, который был для меня при жизни другом, соратником, братом и мужем, то есть защитником. Раньше для меня это как бы такой праздник был, как обыденный день, он для меня ничего не значил. Но со временем как-то он приобрел новые краски, я бы сказал. Например, вот на сегодняшний день я пришел с такими чувствами, что не соболезновать как-то, не печалиться, а наоборот, что с одной стороны укрепляется и вера моя в какую-то высшую силу. У каждого здесь кто-то есть, потому что нет такого человека, кого бы это ни коснулось. И у каждого своя боль, поэтому каждый идет со своей болью, своей бедой. И каждый в этот день вспоминает, какие они были, отдает все, что можно отдать. Память, в честь памяти. Помянуть. Помянуть всех своих близких, знакомых, родных. Самое главное для нас. Радость в самом названии «Радоница» она в том, что родные люди обрели вечную жизнь. О скорби и печали в этот день нужно забыть и помнить. Наши близкие и родные живы, пока живы, воспоминания о них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова